В этом выпуске мы рассмотрим самую сложную тему для аквариумистов, самую болезненную и зачастую дорогостоящую – здоровье аквариумных рыб. Эту тему мы разбили на 5 важных разделов, на 5 ступеней знаний, которые помогут каждому любителю-аквариумисту увеличить свое мастерство и разобраться в причинах болезни аквариумных рыб, познакомиться с видами болезней и способами их лечения. Раздел 1. Азотный цикл. Раздел 2. Биологическая равновесие в аквариуме. Третий раздел. Протозоидные болезни рыб. Раздел 4. Бактериальные болезни рыб. Раздел 5. Краткий справочник. Азотный цикл или нитрификация – основной процесс, протекающий в аквариуме. Главная его задача – мгновенное преобразование ядовитого аммиака или его менее ядовитой формы аммония через также ядовитые нитриты в относительно безвредные нитраты. Это преобразование выполняет три вида полезных микроорганизмов, формирующих основу экосистемы аквариума. Следовательно, создавая и поддерживая благоприятные условия для этих бактерий, мы получаем здоровый аквариум. Азотный цикл есть всегда. Как в устоявшихся аквариумах, так и в только что запущенных. Но в новых аквариумах фазы ощутимо намного острее, и именно поэтому мы начнем с новых аквариумов. Все это дело делится на три фазы. Итак, первая фаза. Почему в только что запущенные аквариумы не запускают рыб? Первонаперво происходит повышение содержания аммиака и его производных аммония. Вода приобретает запах и становится мутной. Вторая фаза. Аммиак и аммоний вызывают рост колоний бактерий. Эти бактерии перерабатывают аммиак. И, причем в более безопасное вещество, но все же ядовитые нитриты. Таким образом, концентрация аммиака и аммония за счет повышения содержания нитритов уменьшается. С этого момента начинается фаза номер три. Она провоцирует рост другой колонии бактерий, которые перерабатывают нитриты в нитраты. Это примерно 2-3 недели занимает после запуска аквариума. На этом процесс завершается. Вода наконец-таки приобретает прозрачный цвет, исчезает запах. С этого момента можно заселять рыб. Нитриты и нитраты, в свою очередь, используются растениями для роста. Конечно же, если они у вас есть. В давно запущенных аквариумах, где экосистема уже устоялась, азотный цикл тоже присутствует, как я уже и говорил ранее. Логичным вопросом тогда будет, откуда берется аммиак. Все очень просто. Все живые организмы при дыхании поглощают кислород и выделяют углекислый газ. И аквариумные рыбки тоже. Однако, помимо углекислого газа, они выделяют еще и аммиак. Он растворяется в воде, его не видно, соответственно. Помимо этого, рыбки, улитки, креветки ходят в туалет. Аммиак образуется в результате разложения экскрементов. Если, так сказать, кал еще можно увидеть, то вы не думайте, что они не ходят по маленькому. По маленькому они тоже ходят, и, к сожалению, этого вы и не увидите. Тут хочется вспомнить милании. Часто спрашивают, чем они вредны. Я молчу, конечно же, про эстетику. Конечно, если у вас травник, они полезны. Но если нет, то милане, заполнившие аквариум, так, на всякий случай, тоже ходят в туалет. Как правило, эти улитки измеряются в сотнях. Можете представить, какой вброс аммиака происходит в этот момент. Кстати, неседенные остатки пищи, перекорм и фрагменты растений тоже разлагаются, образуя аммиак. Плюс, существенно влияет на повышение злочастного аммиака перенаселение аквариума, слабая фильтрация и арация. Маленькое количество грунта. Причем аэрация играет очень-очень важную роль в создании бактерий полезных и так далее. Наверняка вы доставали из аквариума грот или грунт и ощущали скользкую прозрачную пленку. Это полезные бактерии, образующиеся естественным образом и населяют все поверхности всего, что находится под водой в вашем аквариуме. Они участвуют в азотном цикле и являются важным звеном в экосистеме аквариума. От этих бактерий зависит устойчивость биологического равновесия. По этой причине не стоит вытаскивать все гроты и грунт для чистки. По крайней мере часто. Есть умельцы, которые раз в неделю полностью сливают воду, защищают все, что есть в аквариуме, а потом говорят, что на уход за аквариумом требуется уйма времени, при этом еще и рыбки дохнут. Кстати, полезные бактерии можно увеличивать в аквариуме. Для этого используют, как правило, биологический фильтр. Напомню, что содержание аммиака, нитритов, нитратов можно измерить специальными тестами для воды. Их можно приобрести в зоомагазине. Периодически замеры делают два раза в неделю. Это позволяет вовремя обнаружить саму проблему и принять меры по ее устранению. Первая помощь при повышенном содержании аммиака это частичная подмена воды несколько дней подряд. При этом полную подмену воды делать нельзя ни в коем случае. Дальше действуем от того, что влияет на повышение аммиака. То есть увеличиваем мощность фильтра или часто проблемой бывает маленькая мочалка в самом фильтре. Соответственно, ввешиваем большую мочалку, увеличиваем подачу кислорода и так далее. Важно увеличить всеми доступными способами полезными бактериями, которые перерабатывают аммиак. Перестаем, соответственно, и кормить рыбу. Наверняка многие задумывались, а чем так опасен аммиак для рыб? Естественно, рыбки начинают гибнуть, травятся. Первый признак отравления является на жабрах. Появление на жабрах. Они приобретают лиловый цвет, могут появиться кровавые пятна у хвоста, могут чесаться рыбки о грунт. Дальше попадая в кровь, существенно снижается газовая емкость в крови и тормозит насыщаемость ее кислородом. Если это произошло, неважно какая у вас аэрация, рыбки начинают задыхаться, поднимаются к поверхности воды, пробуют вдохнуть атмосферный воздух. При этом аммиак повреждает капилляры. А это значит одно, что даже если вы увидели описанную картинку и сделали подмену воды, так сказать, спасли рыбок, они могут погибнуть и через неделю, и через две, из-за случившегося сейчас, без всяких внешних признаков и причин потом. Более того, иммунная система ослабевает у рыбок. Рыбка может легко быть подвергнута другим напастям. Еще часто рыбка покрывается слизью. В таком случае будьте внимательны. Такую слизь часто путают с грибком и наоборот. Присматривайтесь, если слизь с беловатыми комками, так сказать, с хлопьями, это аммиачное отравление. Если слизь волокнистая, это грибок. Учтите, если при аммиачном отравлении вы зальете средства от грибка, то вы попросту не оставите шанса выжить вашим рыбкам. Важно знать, что предрасполагающими факторами для повышения аммиака могут служить также и антибиотики. Также не отказывайтесь от помощи различных химических средств. Например, серотоксивек связывает аммиак и нитриты в нетоксичной форме. Но опять же, если смотреть тесты, он будет показывать наличие аммиака. Обязательно используйте тетра SafeStar или серо-нитривект. Это уже сами бактерии, культура, которые начнут уничтожать аммиак. Теперь хотелось бы поговорить про нитриты. Нитриты менее опасны, чем аммиак, но травятся нитритами рыбки еще чаще. Что может подтолкнуть на мысль о нитритном отравлении? Это штучный падеж. То есть, сегодня одна умерла рыбка, завтра вторая. В таком аквариуме проявляется вялость у рыб. Она может стоять на месте, рыбка. Может стоять на месте. Или наоборот, плавать из стороны в сторону. Как правило, сжимает плавники свои. Слизь, если она и появляется, то в очень маленьком количестве. Опять же, наличие нитритов вам покажут те же самые тесты. Для того, чтобы избавиться от них, нужны все те же полезные бактерии. Увеличиваем аэрацию и фильтрацию. Делаем опять небольшие, но достаточно частые подмены воды. Перестаем кормить рыбок. И используем все те же препараты. При обильной подаче кислорода нитриты разлагаются на нитраты. Теперь мы переходим к нитратам. Нитраты обладают низкой токсичностью. Отравление все же возможно. Особенно если у вас капризные виды рыб. Такие как дискуссы, например. Отмечу, что многие привозные рыбки и привозные гупи в том числе реагируют на нитриты. В советские гупи нитриты не замечают вообще. Как правило, нитриты повышаются в тех аквариумах, где не происходит чистка, а вся уборка заканчивается доливанием воды. Ну и так поверхностной уборкой. Нажмите на грунт. Посмотрите, появилась ли в аквариуме пузыристая такая оболочка. Появился ли газ, выходит ли газ из грунта. Хорошим примером служит новая купленная вами рыбка. Запускаете ее в аквариум, она гибнет. Начинаете винить продавца, думаете, что купил больную, но все дело в нитритах. Ваша рыба уже привыкла к большому содержанию нитритов, а новая нет. Но часто рыба в такой воде бывает затянута, перестает нереститься. Также факторами, влияющими на повышение нитритов, является перенаселение аквариума, перекорм и отходы живых растений. Если растений в аквариуме много, то нитритов вы не заметите. Бояться их не нужно, так как сами растения помогут от них, от нитритов избавиться. Видите, да, наверное, на картинке, то, что стрелочка показана и туда, и туда. Если растений мало или их нет вовсе, первое, что мы делаем, это подмена воды на ежедневной основе. Понемногу, в течение примерно 5 дней. И с химией при этой проблеме помогает тетра, изи баланс. Иногда спрашивают, а если при такой беде сделать 100% подмену, что будет? Отвечая, на любом из этих этапов азотного цикла настанет гибель рыб и ничего более. Нельзя подменивать 100% воду, даже при всяких различных бедах из-за азотного цикла. Ну, иногда, конечно же, не все. Иногда некоторые выживают, но все же. При повышенном нитрите учитывайте, что для вашей рыбки, которая давно живет в аквариуме, это норма. Резко поменяв параметры воды, она умрет. На этом изучение азотного цикла заканчивается. Обзоры на химические препараты, о которых сегодня упоминал, вы сможете найти на канале Пар. Наверняка у вас остались или появились вопросы, задавайте их под этим видео или в группе ВКонтакте. Мы обязательно ответим. При этом, если вопросов будет много, возможно, сделаем даже видеоответ на вопросы. А я в этой первой части с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова